В зале музея расположились картины художницы Тамары Горчаковой, резчиков по дереву Валерия Карпинского и Валерия Антоненко. Тамара – профессиональный художник, закончила художественное училище в Смоленске. Многие годы жила на Крайнем Севере. Десногорский живёт с 1997 года. Учила рисовать детей в садике «Ласточка». Познакомившись с работой атомного гиганта, прониклась в философии мирного атома. Среди её последних работ есть квадриптих, объединённый темой развития атомной промышленности. Валерий Карпинский увлекается резьбой по дереву. Он так увлечённо рассказывал о красоте бабочек, называл их божьими созданиями. Удивлялся тому, что полёт бабочки не могут повторить величайшие учёные мира, при том, что у бабочки отсутствует мозг. Огромное полотно занимают бабочки из дерева различных пород. Деревянные скульптуры – райские птицы диковинной красоты. Именно так себе их представляет автор. Увлекается Валерий Карлович морской рыбалкой в северных странах – Ирландии, Норвегии. Очень гордится тем рекордом, когда он на соревновании поднял на Белом море треску с глубины 150 метров. Валерий Антоненко тоже любитель резьбы по дереву. Его работы больше напоминают милые детские игрушки. Они подходят для подарков и сувениров. Именно поэтому мастер готовит их к праздникам и дням рождения. У каждой фигурки есть свой характер, своё настроение. Резчик удивительно может передать эмоции. И неважно, это солдат, швейк, боцман, медведь или собака. Для этого нужен особый дар, чтобы в простом кусочке дерева почувствовать душу своего очередного творения. Выставка будет работать в историко-крывеческом музее до 23 марта. Приглашаем вас насладиться поистине народным творчеством.